Братья и сестры, здравствуйте! Обязанности еврейского мужчины к своей жене были очень свободными. Он мог выпереть ее за двери дома и к отцу отослать по мельчайшим причинам. Значит, и вот Евангелие меняет эти вещи и обязывает мужа относиться к жене совершенно по-другому, что очень тяжело для грешного человека об этом сегодня. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Итак, мужчина, еврейский мужчина, был в принципе свободен, так же, как римский мужчина или греческий мужчина. У него могли быть наложницы, то есть делящие ложи, но не делящие имущество. Рожденные от наложниц дети не были наследниками, то есть это все было, в общем-то, совершенно нормально для обычных людей. У евреев были законные жены для продолжения рода, но не более того. И была масса разных удовольствий, сомнительного свойства для того, чтобы, так сказать, было жить веселее. Для язычников, у которого все висели в беззакониях. Так же было и у евреев. Только припудрено, как бы, и в религиозный закон обернуто. Значит, и вот Христос говорит, что нельзя разводиться. Нельзя. Ты, Адам, она, Ева, куда ты денешься? Вас только двое на земле. Забудьте, что есть кто-нибудь еще. Нет больше мужчин для влюбленного человека, значит, кроме его, женщины, кроме ее мужа. Нет больше женщин для влюбленного человека, кроме своей жены, для мужчины. Нет никого. Вы, Адам и Ева. Все. Вернемся к раю, Господь говорит по сути. И вот, когда это слышали апостолы, они сказали. У них такое вырвалось. Есть ли такие обязанности человека к жене своей, может быть, лучше не жениться? Конечно, лучше не жениться, если такие обязанности человека к жене своей. Люби, уважай, холь, лилей, целуй, жиль там, не знаю, там, то да сё. И не бросай, и, короче, до старости, и все вместе-вместе, за ручку. Это ж какую-то душу иметь благородную. Широкую, как небо, и глубокую, как море. А у кого такие души? Души же мелкие. Похотей полно, грехов куча. А души мелкие такие. Мелкие, как блюдце в детском садике. Поэтому хочется раз в 15 жениться за жизнь, как бы, и ещё мечтать о 16-м разе, пока гроб тебя не пожрёт. Так вот, Христос говорит, что не всем это... Можно лучше не жениться? Лучше, конечно. Но не всем это дано. Вот интересная вещь такая, что не жениться лучше, так и Павел говорил, что если вы женитесь, будете иметь скорбь по плоти. А мне вас жаль. Если можете, будьте как я. Говорит, говорю вам, не Господь, а я говорю. Будьте как я. Впрочем, кто сможет. Кто девушку выдаёт замуж дочку, хорошо делает. Не выдаёт, тоже хорошо делает. То есть делайте по вере вашей. И вот в этом евангельском таком отрывке мы видим всё-таки, что тяжела жизнь супружеская. Это некий священный крест, спасительный крест для человека, но, конечно же, нелёгкий. И нужно относиться к супружеству как к благословению небесному и одновременно к кресту. Восточные поэты сравнивали супружескую жизнь с розой. Она пахнет, но колется. Такая колючая, как роза, нет больше никого. И такой пахнущий, и красивый больше нет никого. Вот такой брак. Можешь не жениться? Если ты сын неба, иди в монахи и не морочь мне голову. Такой, значит, а не можешь, проверь себя, если ты слабый человек и не сможешь этого, то лучше свяжись с законным браком и люби жену, как Бог приказал. Это будет твой крест, ничуть не меньший креста монашеского. Жалко, что времени мало, потому что у меня так много об этом поговорить. Ну, пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok